Расскажи, твой муж, он разделяет твои взгляды на жизнь с точки зрения натуропатии, отношений к себе, к здоровью? Вы единомышленники с ним? Да, сейчас мы самые близкие единомышленники, но так было не всегда. Сначала, когда я это начала, он так со стороны посматривал на меня. Я начала, конечно, с хорошего хода. Я, когда стала вегетарианкой, ну, тоже не то, чтобы я называла себя так. Мне не нравилось себя так называть, но мне просто перестало хотеться есть мясо. И я ему сказала, ну, слушай, я не кушаю, если тебе надо, ну, как бы ты кушай, я без проблем. Но он сказал, ну, я попробую с тобой ради эксперимента. И это было очень интересно. И потом как-то вот так влилось. Но я могу сказать, что то, что я ещё работала над тем, как я меняла своё поведение, например, научилась более здоровым образом выражать свои эмоции, потому что раньше я дулась, как ребёнок там, могла такое что-нибудь побольнее сказать ему. Вот мы поссорились, и кто кого кольнёт больнее. И постепенно, когда качество отношений налаживается, человек видит, что он тебе может вот в этом вопросе доверять, он уже начал раскрываться, ну, и в плане вот этих методов здорового образа жизни. То же самое потом позже начала я заниматься йогой. Он меня поддержал. Я пыталась его тянуть. Он говорит, нет, нет. Я успокоилась. Ладно, буду заниматься собой. И вот через несколько лет наблюдения за мной, что-то там у него копилось, копилось, загрузилось. И теперь мы вместе и в плане натуропатии движемся, использовать её, воплощать в нашем образе жизни. В плане там занятий йогой и в плане того, чтобы строить, ну, насколько это возможно, уважительные, бережные отношения. То есть сейчас это мой такой самый близкий соратник. Я вот думаю, что те, кто будут слушать, наши записи с тобой, они очень внимательно, наверное, вот именно эту часть разговора будут слушать, потому что это на самом деле очень большая проблема взаимоотношений в семье, когда один не разделяет позицию другого именно в отношении питания и каких-то там оздоровительных мероприятий. Это тотальная проблема. С ней сталкивается, ну, наверное, 90%, может быть, даже и 95 людей, потому что в основном, ну, у меня было, у меня исключение, да, мой муж сразу меня поддержал. И в своей семье я не встретила никаких особенных препонов. У меня такое очень демократичное, такое такое лояльное, да, отношение к семье, друг к другу. Но те люди, которые ко мне обращаются за помощью, да, приходят ко мне на консультации, на курсы, они все просто плачут по этому поводу, потому что там мужья, дети становятся чуть ли не врагами из-за того, что кто-то решил убрать мясо, кто-то решил перестать есть булки и конфеты, кто-то иногда делает клизмы там или йод жидкости вместо твёрдой пищи. В общем, тут целая история. Поэтому я прямо с большим вниманием это всё прослушала. И моё огромное уважение тебе за твоё долготерпение. То есть у тебя просто хватило терпения, чтобы принять мужа таким, какой он есть, и просто тихо вдудеть свою дудку, да, и он потихонечку по эту дудку зрел-зрел-зрел, а потом как чпок упал созревшая вишенка, да, тебе прямо в ладошки. Ты просто себе получила готового одиномышленника благодаря твоей, наверное, природной мудрости. Здорово. О, нет, это была большая работа. На самом деле мне так хотелось его насильно принудить. Я могу сказать, что то, что есть, это результат большого труда над собой и в первую очередь над собой, не над ним. И с другой стороны я могу сказать, что я прошла и отчасти до сих пор прохожу все варианты. То есть у меня есть опыт очень сильного прессинга давления со стороны родных, знакомых, где они меня прессовали по этой теме, нашу семью прессовали. Потом я тоже где-то кого-то, ну вот признаюсь, тогда была такая идеалистичная, тоже где-то кого-то пыталась привести на свою сторону. И были сильные конфликты на эту тему. То есть я прошла не только опыт классный, когда меня поддерживают, но и опыт неприятия и непонимания. Но вот сейчас, когда я уже перестала ожидать от родных, от мамы там, от бабушки, что они встанут на путь истинный, и просто начала как бы любить их и заниматься собой, я сижу и просто удивляюсь, как это работает. Вот, например, в прошлом году братишка, ну ему 18 лет, приезжал к нам в гости на месяцочек. Он понаблюдал так, как мы живем. Мы его покормили всякими вкусными, растительными, свежими блюдами. Мы с ним пообщались от души. Ему это понравилось. Йогой позанимались, подышали там, упражнения. И он захотел часть этого образа жизни привнести домой с мамой. То есть пока что он там обучается, и они с мамой в одном пристранстве живут. И вначале это был такой резкий скачок его, что он чуть ли сразу не так же, как мы, захотел жить. Хотя, ну это нереально. Ну мы сейчас, например, в определенное время встаем, определенным образом питаемся, и резко так делать с непривычки, но это даже небезопасно. У него был такой скачок максималистский. Мама тоже испугалась, говорит, как он вообще там мясо перестал есть, все такое. Потом вниз у него пошло, он там решил оторваться на фастфуде, еще что-то. А мама такая говорит, а ты знаешь, а мне понравилось, что у нас дома не водятся печеньки. Я даже как-то лучше чувствовать себя стала. А потом опять вот такой скачок, уже поменьше по амплитуде. Он уже такой, меня тоже спрашивал, что там почитать, посмотреть. Я говорю, ну ты не гонись за то, чтобы там каким-то идеалом помаленечку, чтобы тебе хорошо было, чтобы это было в удовольствие. Мама тоже так попробовала обратно вернуться. И вот так вот они покачались, и сейчас они нашли какую-то серединку между этими двумя состояниями, когда, например, они могут иногда съесть там что-то такое ну не знаю, вроде печеньки, но в целом они едят много овощей свежего, кушают мясо, но не кушают там, например, каких-то полуфабрикатов, еще что-то такое, режим поменялся, то есть мама, например, отмечает, что когда она перестала после шести вечера наедаться, то она стала себя гораздо лучше чувствовать, гораздо лучше высыпаться, а потом она смотрела упражнения всякие дыхательные делает, она говорит, ну научи меня, потом чуть-чуть йогу начала делать, я просто удивляюсь, как это работает, с какого-то вообще захода, с которого я даже не ожидала, и самое главное, что мне это сейчас не нужно, то есть я бы смогла жить с мамой, там общаться с братом и так далее, даже если бы мы не заменили свой образ жизни, но это происходит, и тут, ну тут главное, конечно, быть искренним перед собой, потому что если ты такой говоришь, не, мне это не нужно, но сам ждёшь, ну, то это уже неискренне, а тут вот именно действительно ты просто хочешь поддержать людей, помочь им, но не в том, чтобы навязать им свой путь, а в том, что ты просто хочешь, чтобы они были, ну как бы радостны, что ли, и сейчас даже мама меня там спрашивает, ну ты мне что-то там дай почитать на эту тему, всё такое, я говорю, мам, там вот классно есть, там как раз твои болячки, но я тебе сразу говорю, ты не бросайся в это, там нужно с умом, там надо осторожно, тебе не подойдёт такой образ жизни, если ты так вот сделаешь, как мы, потому что у тебя другая история, другая конституция тела и так далее, и вот это меня радует. Спасибо.